В сентябре на территории нашей страны продолжается охота на лося, оленя, кабана и косулю. Сейчас можно охотиться круглосуточно, хотя старые правила регламентировали время охоты с 18.00 до 9.00 утра. Сроки сокращены с 1 сентября перенесены на 20 августа. Это связано с тем, что в соответствии с региональными зонами нашей республики фаза гона начинается на Брещене раньше, чем на Витебщине. В связи с этим такое изменение. Перетерпели изменения правила охоты на бобра и выдру. Началась она 1 октября и продлится до 31 марта, на месяц позже, чем раньше. К тому же сейчас на протяжении всего срока разрешено охотиться как ружейным, так и безружейным способом. Расширен перечень разрешенных капканов. На охоту на бобра разрешили нарезное оружие с дульной энергией от 1500 и выше, а также охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных пулями и картечей. На добычу разрешены все особи, включая самок, сигалетки и все остальное. Бобр у нас является нормированным видом. На данное животное нужно иметь разрешение на добычу этого животного и охотничью путевку, соответственно, к разному разрешению. Сейчас продолжается сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь. А с 1 октября открывается самый массовый сезон охоты на копытных загонным способом. С 1 октября открывается самый массовый сезон охоты – это на копытных. Уже открывается загонная охота на кабана, оленя, косулю. К добыче разрешаются не только трофейные особи, но и сигалетки, селекционные особи и все остальное. Охота производится загонным способом, использованием собак, собаки по усмотрению охотпользователя. К добыче, то есть можно использовать собаки даже гонщих и борзых. Инспекторы межрайонной инспекции животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь также сообщают, в лесном массиве вблизи деревни Лясковичи Ивановского района был обнаружен труп убитого лося. Если вам что-то известно по данному делу, просьба позвонить по телефону горячей линии 32 30 12.